Котята Котята Нерегулируемом ничего не произошло, а на переходе со светофором установили камеру. Котята Водитель ехал со скоростью 70-80 км в час. В пределах города за это предупреждение, даже не штраф. А вот последствия удара при такой скорости равны падению с крыши девятиэтажки. Травмы, несовместимые с жизнью. От трех до восьми лет, согласно 286-й статье Уголовного кодекса Украины, до зеленого света пешеходу нужно было подождать семь секунд, а водителю нажать на тормоз на две секунды раньше. Кто виноват? Светофор? Стадный инстинкт? Индивидуальность? Неуместная галантность героям ролика. Уже не важно. Минус один. Второе место на ютуб после котят занимают дети. Следующее недетское видео как раз про ребенка. На задней двери любого современного автомобиля есть детский замок. Он блокирует открытие двери изнутри. А вы этого не знали? Силы даже двухлетней девочки достаточно, чтобы дернуть за ручку и оказаться на проезжей части. Если бы невнимательность водителя сзади и малая скорость, ребенок был бы... Слава богу, ребенок отделался ссадинами и испугом. Согласно госстандартам, подготовка к зиме должна быть завершена до 15 октября. А полная очистка от снега осуществляется в течение 8 часов после снегопада. Это технические правила, а не мое больное воображение. А сейчас разбор полетов. Везунчик-водитель Мазды сумел объехать внезапное препятствие. Водитель внедорожника ушел от лобовухи, но лосиный тест не прошел и лишился задней части авто. Автор видео не смог предотвратить один из самых опасных ударов – в бок машины. Единственное – эффективно оттормозился. Виной всему две причины – скупердяйство и желание как можно быстрее попасть в пункт назначения. Попал. Минимум на 12 тысяч долларов и комплект из трех разбитых авто. А мог отдать максимум 500 долларов за комплект хорошей зимней резины. И выехать раньше на работу или на 5 минут позже вернуться домой. Подумай об этом, когда сядешь за роль. Особенно если на дороге «Минус один». Это первый выпуск «Минус один». Единственной программы, где не бывает смешных дублей. Спасибо, что досмотрели. Увидимся на следующей неделе на первом автомобильном телеканале или в любое время на youtube.com «Слышь автомобильный». Субтитры создавал DimaTorzok